Всем привет! Сегодня предлагаю вынести на обсуждение Лену Ланге, которая вам не уборщица, а вы не подумайте, и которая красавица. Но обо всем по порядку. Как всегда, уточняю, что видео несет развлекательный характер, и здесь я высказываю свое личное субъективное мнение. Давайте, наверное, начнем с Инстаграм, быстренько пробежимся, что там Лена нам показывает. Но оказывается, они присматривают себе собаку. Неля захотела собаку, и вот Лена идет в магазин смотреть коляски. Да, то есть предполагается, что этого щенка будут катать в коляске. Насколько я поняла, щенка они уже выбрали, и более того, известен даже пол. Это девочка. Вы знаете, я тут вспомнила бедного несчастного кота, чья судьба доподлинна до сих пор неизвестна, которого сначала они потеряли где-то на трассе, потом этого кота даже не сами поехали, владельцы Лена, его забирать, а попросили кого-то, заплатили за пересылку, и кота привезли на какой-то странной маршрутке, в коробке упакованного к ним домой. Дальше кот начал по ночам мяукать, нарушать сон хозяйки. Лена планировала от него избавиться, и вот кот исчез, просто исчез, и никто не говорит, что же с ним случилось. Я надеюсь, его все-таки пристроили в добрые руки, а не просто выкинули на улицу. И вот теперь собака. Кстати, со своим вторым бывшим мужем Лена уже собиралась завести собаку. Тогда Ольга, мама ее, выпускала несколько видео, где говорила нет-нет-нет, как она дочь отговаривала. А бывший муж негодяй-подлец настаивал на этой собаке. И в итоге Ольга победила собаку, они не взяли, взяли кота. Про судьбу кота я только что рассказала. И Лена, похоже, абсолютно не учится на своих ошибках. Грабли ей нравятся, грабли как стиль жизни. Поэтому собачку они все-таки возьмут. Ну и раз вопрос встал о собаке, соответственно, в Мексике они надолго. И Лена, и дети. То есть дети не полетят в Екатеринбург к папе. Потому что собаку сложно транспортировать, нужна полная карта, все прививки. И еще не факт, что эту собаку потом на месяц не посадят в карантин. И она благополучно пересечет границу. Как уж Лена потом планирует перевозить собаку в США. Ну хотя знаете, опять же, вспоминая кота, возможно, никто никого перевозить не будет. Просто оставят в Мексике. Кто знает. В любом случае, только теща со двора, как дочь и трой. Хотя, возможно, трой отсутствует. Непонятно. Нам его не показывают. Возможно, он вообще улетел в США. В любом случае, только Ольга со двора, как вот собака, готова появиться в этом семействе. Теперь на ютубе Лена стала выпускать по два ролика в день. То есть в офис свой она ходит чаще. Последнее видео. Мексика. Что происходит? Я не могу оставить детей на улице. Сцена первая. Все семейство, ну кроме троя, плавает в бассейне. Нам, кстати, это уже показывали. Этот заплыв Лена, видимо, подзабыла. Ну, либо не подзабыла. А каждый отснятый момент просто навеса золота. Поэтому нам пустили по второму кругу, просто по другую музычку, их этот заплыв в бассейне. Еще нам показали смузи в очередной раз. То пластинка заела на теме прачечных, потом на теме лифта. А вот сейчас смузи, 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 смузи. И дальше Лена показывает, как она занимается спортом. И вот тут я вам даже поставлю скриншот. Я такого не видела. При выполнении элементарного упражнения, в принципе, березка, да, понятно, что кровь приливает к голове, но не настолько. Такого цвета лица я еще не видела. Причем интенсивность видео не увеличена. Посмотрите на сам кадр. Только если Лена залезла в настройки и подергала именно ползунок, который отвечает за красный цвет. Добавила интенсивности, яркости, насыщенности, не знаю, чего там еще. Но получился даже не бордовый цвет, а алый цвет лица. И это после обычной березки. Если это не настройки, которые Лена по глупости подкрутила, да, потому что, ну, из красного за кожу, в принципе, отвечают оранжевый и красный их сочетания. На этом видео крутить их смысла особого я не вижу. Но если она этого не делала, и это реальный цвет лица после трех секунд в березке, то я за Лену переживаю, что-то там не так. Сцена следующая. Лена в вечернем платье с колонками убирает. И высказывает нам интересную мысль. Говорит, вот я же не могу просто так убираться. Я же вам, говорит, Лена, не какая-то там уборщица. И не какая-то там вам хаускиппинг, да. Я же красавица, говорит. Вот поэтому я принарядилась в вечернее платье. Ну, фактически на каблуках и в бриллиантах. И вот убрала весь дом, при этом осталась в хорошем настроении. Вы знаете, сама мысль неплохая. И она присутствует в очень многих, скажем так, техниках, наверное. Та же FlyLady система, где учат, что если женщина домохозяйка, то она должна нарядиться с утра, ну, по крайней мере, одеться во что-то не в растянутый халат или растянутые треники. Не тапочки, а обязательно обувь. И таким образом ты чувствуешь себя более собранной и делаешь домашние дела, которые связаны с уборкой, готовкой и прочим, уже на более таком позитиве. То есть это твоя работа, а не твоя обязанность. Но Лена нам не так сказала. Она нам сказала, что я же вам не какая-то уборщица, чтобы убирать, я красавица. И по сути вот этим высказыванием она обидела большую значительную часть своей аудитории. Во-первых, тех девочек, которые работают уборщицами. Им, я думаю, стало обидно, потому что, ну, раз они уборщицы, значит они не красавицы. Ну и, во-вторых, домохозяек, да и вообще просто женщин, которые убирают дома. То есть раз ты убираешь, то ты не красавица. Ну или, по крайней мере, на день вечернее платье. Опять же, с формулировками у Лены беда-беда. Да, она на самом деле так думает и считает, что быть уборщицей это позорно. Но она это еще и транслирует плюс ко всему. А потом удивляется, почему против нее поднимается волна негатива. Тут обидеться на это видео может любая домохозяйка и даже работающая женщина, которая просто там пыль дома вытерла. Вот, она посмотрела это видео, она обиделась. Совет для Лены, как она в последнее время очень любит нам говорить о лайфхаке разное. Лена, если уж сморозила что-то, то при монтаже вырежи. Ну вот зачем тебе вот это, зачем эти провокации, ненужные тебе сейчас? Ты же у нас меняешь имиджи, меняешь направление канала, такая вся мотиваторша. Была Кристина мотиватор, вот сейчас Лена мотиватор. Зачем обижать свою аудиторию без причины? И еще такой вопросик у меня возник. Вот вроде замуж вышла за миллионера, а у миллионера почему-то не хватило средств нанять уборщицу приходящую, которая бы приходила и помогала по хозяйству, скажем, раз в неделю. Мексика не такая там огромная цена на оплату рабочей силы. Лена нам сама снимала несколько роликов про бедную Мексику, про людей, которые особенно сейчас, когда ковид, пытаются заработать просто на все, там чуть ли не на машины прыгают, чтобы продать какое-то свое изделие. Поэтому помощница по хозяйству, в принципе, час ее работы стоит не так дорого, я думаю. И вопрос остается открытым, почему муж-миллионер, который видит, что его жена-красавица в вечернем платье так страдает, не проспонсировал это мероприятие. Ну и колонка. Колонка меня еще поразила, когда Лена впервые показала ее в Инстаграм. Она ее с собой в ручной кладе, вы только подумайте, двое детей, такой сложный перелет. Три чемодана или четыре у них было, плюс еще колонка в зубах, чтобы слушать музыку. Да, но вот дома музыку можно послушать и на телефоне. Для этого колонка переносная не нужна. Кстати, Лена сама говорит, что люди в самолете удивлялись, зачем тебе я, здоровая, тяжелая колонка. Но Лена очень любит музыку. Так вот, вот эта переносная колонка, по сути, она нужна, чтобы ее с собой брать, когда ты находишься вне дома. Когда ты идешь к бассейну, на пикник, еще куда-то. И раз Лена настолько любит музыку, то, судя по всему, она ее с собой и таскает везде. Я представляю, как радуются окружающие соседи, которые хотят просто понаслаждаться тишиной. А тут Лена с колонкой. Сцена следующая. Лена с детьми возле супермаркета и говорит нам, что вот правила изменили, теперь детей не пускают в супермаркет. Они должны ждать. Где ждать? На улице? Сцена следующая. Лена уже с продуктами. То есть, она все-таки отоварилась. Где в этот момент были дети, нам не показали. Неужели Лена действительно их оставила на улице в Мексике, где беленьких, особенно светленьких таких детей украсть? Это как нечего делать. Ну, не знаю. Либо там было какое-то специальное место, потому что было упомянуто некое место за стеклом с детским садом фактически. Возможно, детей оставили там. Но, во всяком случае, я надеюсь, что не бросили их на улице в опасной ситуации. И тут же, неожиданно, вопли-крики нам показывают предсвадебную вечеринку, танцы, кадры с самой свадьбы и фейерверк. Фейерверк, кстати, был по поводу Дня Независимости. Не пускали этот фейерверк в связи с бракосочетанием Елены и Троя. Нет, это был День Независимости. И еще одно видео, которое я посмотрела, это витаминный коктейль «Мотивация». Лена все мотивируется и мотивирует нас, причем каким-то странным образом, по каким-то странным верхам, не углубляясь в суть вопроса. То есть, кто понял, тот понял. Поняли не многие. Все смешало, опять же, в одну кучу. Если пару дней назад она мотивировалась Илоном Маском, то сейчас мы добрались до Тони Робинсона и не забыли упомянуть еще и Джима Квика. Все это вперемешку со смузи, с какими-то вырванными фразами. То есть, утро, вот Тони смузи, утро, а вот Джим. Что к чему, что зачем, непонятно. Но в любом случае Лена стала задумываться над эстетикой своих видео, над эстетикой своей картинки. И чтобы показывать даже овощи и фрукты, которые она использует для этого смузи, она купила специальную отдельную тарелку. Еще осталось снимать и монтировать это таким образом, чтобы зрителям было понятно, к чему же их там мотивировали. Пить смузи, либо смотреть каких-то странных тренеров, про которых Лена, по сути, 30 секунд дала коротенькую справочку из Википедии. То есть, то, к чему, если ты изначально не знаешь, кто это, то тебе будет непонятно после просмотра этого ролика. Либо это как-то нужно было снимать в формате «День со мной». То есть, красиво снимают блогеры. Вот встала, распахнула окно, тут у меня вид океана. Потом ускоренная съемка сделала себе, там, кофе, смузи, неважно. Потом посмотрела какой-то мотивационный вид. В общем, что-то такое, чтобы было понятно, какая-то нить повествования логическая была, а не вот утро, потом опять утро, и только бизнес-тренер, ну, либо коуч поменялся. На этом все. Пишите, что думаете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok